На небольших буклетах подробно расписано, как правильно выполнять упражнения от и до. Под инструкцией список общих рекомендаций, благодаря которым разминка пройдет без осложнений. Там же указаны советы, как необходимо составлять рацион в условиях самоизоляции, чтобы не потерять форму. Помимо флайеров, Управление по делам молодежи и спорта подготовило цикл видеороликов. Посвящены разным направлениям разминка, пресс, плечевой пояс, ноги, грудь, спина. Человеку так удобнее тренироваться. На каждой тренировке все тело сложно прорабатывать. Поэтому на выбор такие комплексы. Ознакомиться с роликами горожане могут на официальном ютуб-канале Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя. Таким образом, местные власти и спортивное сообщество хочет напомнить – в здоровом теле здоровый дух. Несмотря на то, что отрасль спорта в рамках борьбы с коронавирусом попала под сильный ряд ограничений, мы с коллегами реализовываем ряд интересных проектов. Я очень надеюсь, что этот продукт действительно был полезен и будет полезен в дальнейшем, потому что это можно сохранить и пользоваться этим в дальнейшем. Всего Управлением по делам молодежи и спорта было разослано 100 тысяч брошюр. Подробнее о том, что ждать от проекта в дальнейшем и как он реализуется сейчас, смотрите в программе «Актуальное интервью». А на днях в социальных сетях завершился региональный конкурс «Видео. Тренируйся дома». Короткие ролики с упражнениями в условиях самоизоляции прислали около 430 человек. Теперь специальной комиссии предстоит проверить голоса в соцсетях на честность и определить победителей, которых ждут спортивные призы. Кирилл Попов, Севанформбюро.